Всем привет, друзья! Со школьной скамьи мы знаем, как называется самая высокая гора в мире. Конечно же, Эверест. Красотой этого творения природы можно бесконечно восхищаться со стороны, и многие храбрецы продолжают ежегодно пытаться покорить эту неприступную вершину. Несмотря на многочисленные попытки, лишь единицам удается увидеть вершину горы. Но почему так происходит? В сегодняшнем видео мы расскажем вам обо всех тайнах величественного Эвереста, и тогда вы все поймете. Внимание на экран! Считается, что Эверест, который является частью Гималайских гор, образовался около 60 миллионов лет назад, вскоре после вымирания динозавров. Но на самом деле процесс его образования начался задолго до этого. Постепенно известняк и другие породы копились в осадочных слоях на дне океана, а после начали стремительно двигаться вверх. Именно поэтому даже сегодня на вершине Эвереста можно обнаружить окаменелости древнейших живых существ. Безусловно, этот факт привлекает сюда экспедиции ученых. Но почему на вершину тянет такое огромное количество простых людей? Первая и самая главная причина – это, конечно, высота. Эверест считается самой высокой горой в мире, хотя насчет ее высоты до сих пор ведутся споры. Все зависит от точки отсчета. Официальная цифра – это все-таки 8848 метров. И эта цифра настолько огромна, что ее даже сложно представить в нашем воображении. Для сравнения, это всего лишь на пару сотен метров ниже высоты полета пассажирских самолетов. И при этом высота вершины постоянно увеличивается, пусть и на пару сантиметров. Это происходит из-за столкновения тектонических плит, которые продолжают понемногу толкать гору к небесам. В Непале у этой горы есть сразу несколько официальных имен. За рубежом ее знают именно как Эверест и чуть реже как Джамалунгму. Но знаете ли вы, откуда берется ее самое известное название? Эта история уходит корнями в XIX век. Тогда, в 1841 году, гора Эверест была впервые открыта участниками великого тригонометрического исследования, проводившегося в Гималаях. Вершину вскоре объявили самой высокой в мире и решили дать ей имя капрала Джорджа Эвереста, который и был инициатором экспедиции. Но ирония судьбы состоит в том, что сам ученый так никогда и не увидел названной в честь него вершины, потому что ушел на пенсию еще до начала исследования. Эверест был открыт для восхождения уже в 1856 году. С тех пор подняться на вершину пытались многие, но удалось это примерно пяти тысячам альпинистов. Значительный прирост экстремалов приходится на последние годы. Считается, что Эверест пытаются покорить более 500 человек ежегодно. Рост этих показателей связан прежде всего с совершенствованием профессионального оборудования и снаряжения. Грандиозное восхождение всегда начинается с так называемого базового лагеря Эвереста. Он считается опорным пунктом для альпинистов, а нахождение в нем обязательно хотя бы в течение пары дней. Но зачем откладывать восхождение, подумаете вы? На самом деле это чрезвычайно важно для акклиматизации и предотвращения высотной болезни. Последнее особенно опасно кислородным голоданием мозга, так как воздух на высоте гораздо более разреженный. Говоря о высотной болезни, именно она является одной из причин многочисленных смертей альпинистов, о которых мы поговорим чуть позже. Один вдох на Эвересте равняется трём вдохам на Земле, поэтому восхождение почти невозможно без специальных баллонов с кислородом. Обычно альпинисты используют их при подходе к так называемой «зоне смерти». Так называют отметку в 8000 метров. Путь от базового лагеря до вершины может занимать 6-7 дней, а иногда и намного больше. Не стоит и говорить, какое количество лишений и сложностей испытывают при этом альпинисты. Но как им живется в самом базовом лагере и других опорных пунктах? Люди, которые пережили это на своем собственном опыте, говорят, что за последние годы удобства для путешественников стали куда совершеннее. Например, если в нулевые годы личные вещи приходилось стирать на руках в обычных тазиках, то сегодня местные работники предлагают взять эту работу на себя. Им можно сдать предметы одежды, и за определенную плату они постирают ваши вещи в ближайшем ледниковом озере. А вот мыться бывалые путешественники не рекомендуют. Слишком велик риск переохлаждения и болезни. Еще один интересный пункт. Чем же питаются храбрые альпинисты? Говорят, что еще в начале 21 века каждый участник экспедиции на вершину Эверест расставался с 10, а то и 15 килограммами веса. Все из-за огромных физических нагрузок и достаточно скудного питания. С тех пор все значительно изменилось, и в Непале даже возникло целое гастрономическое направление для поваров, работающих на этом маршруте. Они ездят в европейские страны на курсы кулинарии и даже кормят альпинистов по системе «Шведский стол». Ну и, конечно, каждый альпинист всегда берет с собой собственный набор провизии для восхождения. В основном это быстро растворимые продукты, которые можно залить кипятком. Но как утащить это все с собой в рюкзаке, подумаете вы? На самом деле, если речь идет о коммерческой экспедиции, то еду, посуду или горелки поднимают на высоту не сами альпинисты. Для этого здесь работают шерпы, представители немногочисленной непальской народности, которые играют роль проводников. Без них не обходится почти ни одно восхождение на Эверест. Но на этом взаимодействие с местными жителями для покорителя Джамалунгмы не заканчивается. Вас это удивит, но перед началом восхождения почти все альпинисты должны получить благословение. Делается это в рамках традиционной буддистской церемонии под названием Пуджа. Путешественники приносят подношение богам, получают благословение для своей экипировки и просят у горных божеств защиты в процессе покорения священной горы. Еще один важный фактор – это период, выбранный для экспедиции. Если вы думали, что покорить всемирно известную вершину можно в любое время года, то очень сильно ошибались. В реальности рекомендованный для восхождения период составляет всего лишь пару недель в году. Чем же это обосновано? В первую очередь – невероятной силой ветра. Скорость его порой достигает более 300 км в час. Порывистые потоки воздуха уходят на север лишь в мае и ноябре, но подавляющее большинство экспедиций приходится все-таки на май, так как в это время в регионе наиболее комфортная температура воздуха. Интересно, что для покорения вершины Эвереста существует 18 разных маршрутов. При этом используются в основном только два – непальский и тибетский. В определенные дни года они столь популярны, что порой десяткам альпинистов приходится стоять в длинной очереди на восхождение. Вот такие вот экстремальные пробки. Самое интересное, что многие люди не ограничиваются всего лишь одним восхождением на Эверест. Немалая часть альпинистов покоряет вершину раз за разом, что еще раз доказывает уникальность этого экстремального опыта. Одним из рекордсменов по количеству восхождений является не палец, а потенцинг, который покорял Эверест аж 21 раз. Однако стоит заметить, что мужчина является шерпом, поэтому большая часть его экспедиций была связана с помощью другим альпинистов. Тенцинг, как никто другой, знает, как менялся Эверест за последние пару десятилетий. И некоторые вещи, о которых он говорит, действительно вызывают беспокойство. Например, он рассказывает, что с течением времени на вершине горы становится все меньше снега. Это плохо не только для всей экосистемы в целом, но еще и чревато новыми опасностями для альпинистов. Ведь голая скальная порода значительно увеличивает риск камнепадов. А еще Тенцинг – активный участник программ по охране экологической чистоты Эвереста. Если в 2000 году он со своими товарищами выносил со склонов горы 3 тонны мусора, то в 2008 году это количество увеличилось до 13 тонн. Это заставляет глубоко задуматься о том, какой вред окружающей среде наносят даже те мероприятия, которые изначально задумывались как возможность для единения человека и природы. Говоря про Эверест, нельзя обойти вниманием трагедии, происходящие здесь ежегодно. По состоянию на 2017 год Эверест покорили около 5000 человек. При этом около трех сотен так и не сумели дойти до вершины. Таким образом, на 30 успешных восхождений приходится примерно одно неудачное. В половине случаев причиной становятся сходы лавин и падения, а одна пятая всех смертей связана с высотной болезнью. Однако благодаря все более эффективному прогнозированию погоды и улучшению снаряжения, процент неудачных восхождений уменьшается с каждым годом. Кстати, в масс-медиа почему-то распространена информация о том, что многие альпинисты совершают свое восхождение на Эверест, почти ступая по погибающим товарищам. Что ж, мы не будем говорить, что это стопроцентная неправда. Вопрос лишь в том, с какой стороны на это посмотреть. Может ли альпинист пройти мимо погибающего альпиниста на высоте в 8000 метров? Да, такое случается. Происходит ли это потому, что он бессердечный эгоист? Едва ли. Стоит понимать, что в подобных условиях большинство покорителей находится в крайней степени изнеможения. И поэтому любая попытка потащить за собой товарища означает почти абсолютный риск погибнуть самому. Звучит жестоко, но в конце концов альпинисты осознавали все риски, когда соглашались на столь опасное путешествие. Кроме того, в чрезвычайных ситуациях поблизости всегда есть шерпы. Именно они обычно обладают ресурсами для первой помощи. Еще один интересный факт заключается в том, что тела погибших порой оставляют в снегах Эвереста навечно. Что ж, часто так и происходит, но не потому, что людям лень или все равно. На самом деле, больше половины погибших альпинистов вписывают в собственное завещание, что в случае смерти хотят быть оставленными на горе. В таком случае трогать их тела нельзя по закону. Кто-то составляет подобное завещание из поэтических побуждений, но основная причина – это огромные затраты на спуск тела к подножию горы. Многие просто-напросто не могут себе это позволить. Но, увы, даже шерпы не всегда способны помочь человеку, который умирает от истощения или, например, сердечного приступа. Количество смертей альпинистов сокращается, но полностью предотвратить их не удалось до сих пор. В мае каждого года мировые СМИ массово пестрят заголовками об очередных трагедиях при восхождении на Джамалунгму. Кто-то погибает от схода лавин, кто-то от сердечного приступа. И, похоже, с этим придется просто смириться. В это сложно поверить, но такие риски привлекают еще больше туристов. Например, после выхода фильма «Эверест» в 2015 году интерес к экспедициям на самую высокую гору Земли лишь усилился. И это при том, что в картине речь идет об ужасной трагедии 1996 года, в которой погибло аж 8 альпинистов. Красота здешних мест и желание выйти из зоны комфорта продолжает манить сюда сотни отважных покорителей. И риск встретиться лицом к лицу со смертью – это цена, которую им приходится платить за мечту. Редактор субтитров А.Семкин